Здравствуйте, девочки! С вами снова Наташа из Беларуси. Я безумно рада видеть вас на своем канале. Девчонки, сегодня первое видео, которое я снимаю в 2018 году. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь за долгое отсутствие. Будет видео, знаете, такое довольно-таки смешанное и необычное для моего канала. Накопилось большое количество информации, которую я должна вам рассказать. Что я вам сегодня расскажу? Первым делом я, конечно же, подведу итоги нашего с вами конкурса. Дальше я расскажу вам о своем отдыхе на зимние каникулы на горнолыжном курорте в городе Закопаны в Польше. Если вы давно рассматривали какой-то зимний отдых, но не решались, то для вас будет достаточно полезна эта информация. Также я расскажу, почему же я отсутствовала на канале и что произошло в моей жизни, почему я так долго не снимала видео, а я не снимала видео примерно месяц. Все видео, которые выходили раньше, кроме новогоднего поздравления, это были видео, записанные заранее. Ну и раз у нас уже бьюти-канал, я решила рассказать вам очень полезную информацию о вот таких вот масках Be Shine. Каждый раз, когда я хочу рассказать вам про эти маски, я про них забываю, потому что они у меня постоянно в деле, они постоянно где-то, то в каком-то моем чемоданчике, то в ванной, и они не стоят у меня перед глазами, потому что я активно ими пользуюсь. Но они классные, и я, конечно же, должна вам про них рассказать. Не буду долго затягивать. Конкурс, который мы проводили совместно с сервисом cash4brands.ru, это кэшбэк-сервис. Я не раз вам говорила, что надо распоряжаться своими деньгами с умом, и если вы часто пользуетесь интернет-магазинами, совершаете покупки именно через интернет-магазинами, пользуйтесь кэшбэк-сервисами, проверенными кэшбэк-сервисами, а это именно cash4brands.ru, все ссылки я оставлю вам внизу. Когда покупаешь что-то по одной, не видишь, сколько ты экономишь, но когда ты посмотришь, сколько ты сэкономил за год, ты ощущаешь все это вот, реально понимаешь, что это работает. Так, не буду затягивать, вот здесь у меня записаны победители конкурса, победителей у нас три. Девчонки, свяжитесь со мной, мои также данные подписаны все внизу, вы можете написать мне в личку ВКонтакте, в Майл или в Директ в Инстаграме, для того, чтобы узнать ваш адрес. Наталья Венгровская, ID 375257, Рада, ID 374773, и Алла, ID 387386. Я вас поздравляю, свяжитесь обязательно со мной, расскажите мне свой адрес, и я отправлю вам ваши подарочки. Девчонки, кто не победил, не расстраивайтесь, скоро будут классные конкурсы, и, возможно, победительницей станете именно вы. Дальше, что я хочу вам рассказать, девчонки, я хочу рассказать вам немного о отдыхе на горнолыжном курорте, кое-что я вам сейчас и покажу. Первым делом, почему я решила вам, конечно же, про него рассказать, потому что это горнолыжный курорт для абсолютно любого кошелька, если вы не супер богатый человек, там можно отдохнуть очень бюджетно, можно отдохнуть средне, и можно отдохнуть, конечно, очень люксово. Такой очень разнообразный курорт, это не Куршавель, о котором можно только мечтать, да, классный, но это очень колоритное, классное место, в котором определенно стоит побывать, особенно если вы любите зиму. Я еще, знаете, во время отпуска я поняла, что блогер с меня, вы знаете, некудышный, почему я это поняла. Вместо того, чтобы бегать везде с камерой, искать удачные ракурсы, снимать для вас красивые фотографии, мне это абсолютно не хотелось делать, мне хотелось отдыхать. Я себя потом била по голове, что ай-яй-яй, как это так, но кое-что я все-таки для вас сняла, посмотрите. Здравствуйте, девочки, с вами снова Наташа из Беларуси, но сегодня я не в Беларуси, сегодня я в Польше, мы поехали отдыхать на горнолыжный курорт Закопаны. В этом влоге я вам все покажу, расскажу, почему мы решили поехать именно сейчас. Сегодня, кстати, 24 декабря, сегодня католическое Рождество, здесь будет фееричный праздник, мы очень надеемся попасть на него, хочу вам все это показать. Сейчас вам покажу, какой у меня шикарный вид из номера, только ради этого вида можно было поехать в это путешествие. Мы из Беларуси, из Витебска, и решили поехать отдохнуть в Польшу. В этом влоге я вам постараюсь все вместить, хочу показать вам, здесь есть очень красивая пешеходная улица, торговая пешеходная улица, там разные ресторанчики, кафешки, магазинчики, хочу вам показать. Называется эта улица Круповка, она очень близко от нас, мы живем в самом центре. Также здесь есть термальные источники, горнолыжные спуски, я хочу вам все это показать. Потом через 4-5 денечков мы отправимся в Краков, и я вам покажу и Краков, как мы расскажем вообще общие впечатления после отдыха. Обязательно, если интересно, вам смотрите, а сейчас посмотрите на вид из нашего номера. Продолжение следует... Так, сзади, за мной. На главной улице Круповка находится церковь, и сейчас 24 число уже началась служба в честь Рождества Христова. Буси И. И на севере Беларуси, в городе Витебске, от моего города до Закопан, примерно 1150 километров. И поверьте мне, это 1150 километров стоит для того, чтобы проехать и посмотреть на всю эту красотищу. Там, если вы не любите слишком активный отдых и не особо-то предпочитаете катание на лыжах, там шикарные термальные источники, там огромное количество. Вот эта вот улица, Круповка или Круповка, я не знаю, правильно ударение, вот по этой улице такое огромное количество разных магазинчиков для шопоголиков. Мне в особенности, что мне больше всего понравилось, я ехала туда в большей степени не за шмотками, там очень много лавок с ручной работой вещами, ручной работы ремесленнических. Там вы можете купить и ручную работу, посуду, там вы можете купить декор для дома, разные ковры, настенные, напольные. Там огромное количество ручной работы одежды, верхней одежды из натуральных тканей, из натуральной кожи. Там наивкуснейшая еда и самое главное, что очень важно, что там отдых на любой кошелек. Там шикарные, просто действительно кафешки с очень вкусной едой, есть и подороже, есть и подешевле, там огромнейшие порции, все очень вкусно. Если вы там будете, обязательно попробуйте. На улицах стоят женщины, мужчины, которые жарят такие сырные лепешечки с брусничным вареньем. Это просто, я откусила себе ноготь, когда ела такую одну из лепешек. Отдых очень калорийный. По поводу лыж, не обязательно ехать туда со своими лыжами, там огромное количество прокатов, где вы сможете взять абсолютно все, и униформу, и лыжи, и все, что нужно для катаний. Спуски, там также их много, там есть и для новичков, и для деток, также и для уже продвинутых пользователей. Плюс, если вы все-таки не особо-то предпочитаете катание на лыжах, а предпочитаете что-то потеплее, то там есть термальные источники, термальные бани. И вам это определенно понравится, это шикарно, просто спа. В общем, отдых действительно удался, и если вы искали качественный, хороший отдых, то можете определенно обратить свое внимание на город Закопаны. Так, вроде об отдыхе я вам все рассказала, что хотела рассказать. И сейчас настало время рассказать вам о том, почему же я не снимала видео, а не снимала я видео примерно месяц. Во-первых, я болею, и вы можете слышать, что я до сих пор простывшая, голос мой необычный, еще противнее, чем он был раньше. Почему не снимала видео, и я долго думала рассказывать вам об этом или не рассказывать, но, скорее всего, надо об этом рассказать, потому что вы задаете какие-то вопросы, особенно в прямых эфирах в Инстаграме, и как-то не отвечать на них уже неудобно. Дело в том, что я развелась, и моя жизнь не немного, а очень сильно изменилась, и настроения на съемку видео абсолютно не было. И разговаривать сейчас слишком подробно на эту тему я пока не готова, но попозже мы обязательно поговорим с вами и на эту тему, потому что она, мне кажется, что сейчас огромное количество разводов, и на эту тему, наверное, все-таки надо будет поговорить. Именно поэтому у меня не было настроения на съемку видео, потому что YouTube это творческая такая стезя, творческая профессия, можно сказать, и когда у тебя нет настроения, снимать видео абсолютно не хотелось, и я не хотела насиловать себя и делать это через силу. Последнее, что я хочу вам рассказать, это все-таки, что у нас бьюти-канал, это вот эти вот маски от фирмы Be Shine, у меня это восстанавливающие и очищающие глиняные маски. Первое, это классная эргономичная упаковка, здесь целых 200 мл, второе, это доступность, вы можете заказать, у них есть доставка, по-моему, мне кажется, вообще в любые страны, куда угодно. 200 мл, машься, хоть замажься, масок классный состав. Первое, вот эта вот розовая маска, она мне понравилась больше, хотя по составу мне больше понравилась очищающая маска, почему же я хочу вам про них рассказать. Девчонки, это нестандартные, это маски на основе глины, но это нестандартные глиняные маски, знаете, они внутри, когда это первые маски, которые я попробовала именно такой формулы. Они, знаете, как взбитый мусс, это маска, которая не застывает, она именно и остается на вашем лице взбитым муссом, поэтому если у вас сухая чувствительная кожа, то определенно можете обратить внимание вот на эту очищающую маску, она не пересушивает вашу кожу. У них очень классный состав и она очень приятная, вы знаете, она реально, вот я даже сейчас ее выдавила и я вижу в ней пузырьки, то есть она именно такая взбитая, она очень мягкая, она очень приятная, очень комфортная на лице, она не застывает. Это не те классические глиняные маски, которые, да, вы наносите, она застывает и задрать ее приходится с верхним слоем кожи. Нет, если у вас чувствительная кожа, то можете обратить внимание именно на эти маски. Состав вот этой розовой маски, вода, коалин, розовая глина, гидролат розы, масло сладкого миндаля, масло соевого бобов и пошло дальше. Классный состав для меня, это классные маски на утро, когда я с утра просыпаюсь, моя кожа такая подуставшая, особенно если я что-то съела вечером ненужного, так скажем, то я воспользуюсь вот этой вот маской, она оживит цвет моего лица, она подтянет мое лицо, она подготовит лицо к дальнейшему нанесению макияжа. Макияж будет после этой маски лежать просто великолепно. Вот у этой маски состав тоже классный, на первом месте вода, коалин, экстракт ламинария, экстракт фукуса, масло виноградной косточки, молотые ягоды можжевельника, порошок ламинарий, лимонная, молочная, гликолевые кислоты, неплохая, мягкая, очищающая маска, которая не пересушит вашу кожу. Если вы давно искали качественные, большие, доступные маски, то определенно можете обратить внимание на фирму BeShine, прямые ссылки я оставлю вам внизу. Вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать, если была вам полезна, обязательно ставьте класс, заходите ко мне в гости в контакте, в инстаграме, буду рада каждому гостю, всем спасибо, пока-пока!